С Верой в спорт Скажите, что мы ожидаем в июне от вас? Ну, если нам сильно повезет, мы ожидаем то, что наконец-то в зачетной книжке спортсмена появятся две волшебные записи, точнее, три, наверное, три волшебных слова. Вторая запись, то, что мы станем кандидатом в мастера спорта, и это уже финишная прямая, чтобы стать мастером спорта. Это очень круто, да. К чему мы стремимся уже, наверное, третий сезон. Ну, третий сезон-то, в принципе, не очень много, насколько я понимаю, по спортивным меркам. Ну, в нашей категории спорта, наверное, да, но у нас есть и мастер спорта международного класса, то есть в те соревнования, в которые мы едем, это Кубок России, это Чемпионат России, скажем так, перворазъедников нет вообще. То есть все в основном едут, это уровень КМС, мастер спорта, и многие это мастер спорта международного класса, потому что тот уровень спортсменов, с кем мы соревнуемся, они ездят не только внутри нашей страны, они выступают и на международных соревнованиях, Придж-Дакар, то есть, ну, и другие соревнования там в Саудовской Аравии, еще где-то. Угу. Таким образом, мы можем сказать, что на Кубке России вы, скажем так, самый молодой, да, в спортивном плане? Ну, у нас разрешается участвовать в 16 лет, как и во всем мире, собственно, то есть по возрасту, наверное, нет, но позвоним. Позвоним, да, позвоним, но это ненадолго. Ну, мы стараемся, как можно. Да, и, коль уж мы затронули тему Кубка России, совсем недавно мы вернулись с первого этапа Кубка России по ралли Рейду, расскажите, что это было за мероприятие такое, насколько важна, вот этот этап, насколько он важен в вашей карьере? Ну, он максимально важен, потому что это старт сезона, старт сезона, и на старте сезона, когда ты выезжаешь первый раз, то есть здесь где-то там в гараже, где-то на соседнем поле у тебя технически все готово. То есть, ну, и когда ты приезжаешь, то есть это такая, ну, можно сказать, разминочное мероприятие, потому что после зимы, всю зиму ты готовишься, то есть ты разбираешь технику до болта, потом ее всю зиму собираешь обратно, и всегда бывают какие-то, ну, технические сходы, технические сбои, то есть и она очень сложная именно морально больше, чем все остальные этапы, потому что, ну, ты просто не сидел за рулем всю зиму, и вот как-то надо сразу вот так вот подстроиться. Ну, и все-таки Тольятти, родина автоспорта, можно сказать, в нашей стране, то есть очень много спортсменов, которые ездят в других соревнованиях, они все родились, выросли в Тольятти, поэтому интерес у местного населения максимальный, то есть очень много зрителей, очень приятно, когда большое открытие, то есть автограф, сессия, то есть все вот это вот на таком на высшем уровне организовано. Ну, и мы так, наша дисциплина, это всегда 2-3 дня минимум, вот, и за эти 2-3 дня ты можешь подниматься, опускаться в решетке, да, то есть каждый едет на личное время. Да, нюансов там очень много, и, как вы сказали, есть возможность и сходы получить, и штрафы всевозможные. Да, очень сложно подстроиться в ралли-рейдах, что гонка начинается не тогда, когда тебе махнули флагом, да, и не заканчивается на окончании спецучастка, а начинается в парк-сервисе и заканчивается там же. То есть ты можешь выиграть все спецучастки, но просто не доехать до парка-сервиса, который, ну, расположен от места приведения. Там отметку надо получить, да, насколько я понимаю? Да, то есть ты должен въехать туда своим ходом. И, то есть, если ты, допустим, у нас были случаи... Столкача не получится. Нет, затолкать ты можешь. Можно, да. То есть на веревке ты не имеешь права затолкать. Соответственно, у нас была... То есть сила команды может быть применена в этом случае? Да, у нас были разные ситуации. Мы доезжали на трех колесах, мы доезжали на буксире за километр, цеплялись, толкали вдвоем со штуроном. А так можно, да? Да, да. То есть за километр? Ну, там начало участка. Все, что не запрещено регламентом. Класс. Поэтому... Да, нюансов на самом деле очень много. Вы помянули про отзывчивость аудитории и публику, которая смотрела. Как была построена трасса и что открывалось взглядом поклонников, да, фанатов автоспорта? Ну, местные организаторы, во-первых, сделали целую процедуру открытия и закрытия соревнований, да, что тоже редко. А сколько, извините, было экипажей? Всего экипажей было на этой гонке 28 экипажей. Была, то есть, ну, скажем так, это был полигон, спортивный, известный Толиатинский автовазовский полигон, где проводится масса всяких разных мероприятий. Там, значит, был такой мини-концерт, то есть какие-то розыгрыши. Ну, то есть люди были, не только они пришли посмотреть, они были максимально вовлечены в процесс. Заряжены, настроены. И это было где-то все порядка полутора-двух часов, то есть они организовали автограф-сессию. То есть мы видим там на самых известных гонках, когда пилоты сидят и подписывают уже свои, скажем так, фотографии, которые мы не готовили. Все это готовила Российская автомобильная федерация. Класс. Соответственно, мы все сидели в палаточках, все нарядные, там нам выдавали кепки, там футболки, то есть все вот так вот это происходило, это очень-очень редко. И, соответственно, после этого каждому желающему раздавалась, ну, такая карта, на которую он мог сам добраться и посмотреть как бы саму гонку вот чуть издалека. Это зрители, да, вы имеете в виду? И, соответственно, так как у людей, люди максимально замотивированы, там любят машину, любят автоспорт, они просто-напросто, это редкость, когда ты едешь. У нас же гонка линейная, она не по стадиону, еще не где-то, то есть мы едем, ну, по пересеченной местности, и встретить каких-то вот, ну, зрителей, ну, довольно-таки редко все. Да, да. А здесь мы ехали, они стояли у рек, то есть они стояли на каких-то холмах, там, то есть все досмотрели. Выбирали участки на карте, да, которые, на их взгляд, максимально зрелищные будут? Да, ну, эти участки, они всегда есть, эти карты всегда печатаются, но в основном для СМИ, то есть чтобы были фотографии, было видео, то есть туда выезжают телеканалы, какие-то другие журналисты. Но в этот раз они дали не только СМИ, они дали любому желающему, то есть на выходе церемонии открытия любой желающий мог взять вот такую карту, где все было отмечено и по желанию приехать посмотреть. Технический вопрос. Получается, на этих местах должны быть организованы какие-то стоянки, да, и организована охрана, чтобы маршалы стояли, не пускали на трассу. На этих местах, ну, у нас же как, есть такой внегласный закон ралли-рейдов, то есть вообще многие спортсмены из автоспорта вообще считают нас, ну, не совсем, ну, мягко выражаясь, адекватными людьми. Потому что во всех дисциплинах автоспорта, в любых других, у тебя есть квалификация, просмотр трассы там и так далее, и так далее, и так далее. Мы по своей спортивной трассе, мы не едем дважды никогда. А, как? То есть мы ее не смотрим, мы ее не осматриваем. То есть если в классическом ралли экипаж ездит по этой дороге и делает себе пометки. Да, отметочки свои, да. Мы вечером, мы штурман получают альбом. В альбоме есть точка старта и точка финиша, а также промежуточные точки. И то есть ты, скажем так, если ты никогда не ездил, у тебя штурман просто просчитал теорию, ты можешь стартануть и просто не финишировать. И тебя никто искать не будет. То есть ты можешь просто повернуть не туда и ехать, 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 ехать бесконечно долго и не можешь понять, вроде уже все проехал, а где финиш. То есть трасса, она ничем не выделяется, она ничем не отмечается. То есть это как бы некий симбиоз, скажем так, поиска своего маршрута, да, то есть как бы и максимально быстрого передвижения по нему. – Соответственно, в тех местах, где стоят фотографы, тот, кто уже отъездил не один сезон, понимает, что если ты видишь фотографа… – Значит ехать туда? – Нет, надо просто максимально медленно проехать это место. – Опасность. – Потому что никогда фотограф не встанет там, где ровно, там, где прямо. То есть, соответственно, если ты издалека увидел фотографа, ты должен максимально медленно вот это место проехать. – Осторожно. Потому что они стоят всегда там, где ты можешь оторвать рычаг, потерять колесо, подпрыгнуть или нырнуть. Поэтому, соответственно, и в этих же местах всегда стоит скорая помощь, в этих же местах стоят всегда пожарные, МЧС, спасатели. И, соответственно, туда же стоят людей, потому что все уже есть только для того, чтобы было безопасно. Но были случаи, когда люди перебегали, были случаи, когда люди искали это место и выезжали тебе навстречу. То есть, как бы, в Южкороле в 17-м году два экипажа просто в них въехало, потому что он там решил переехать на другую сторону. Молодец. Ну, случаи бывают разные, но все пока позитивно. Ясно. Для вас как прошла гонка? Ну, для нас она прошла в целом. Результат для нас хороший. Да, напомню, что это бронза, да, третье место. Да, хороший, но по результатам первых двух дней, даже двух с половиной дней, мы даже претендовали на серебро. Но там у нас, скажем так, был момент с жителями, там немножко жители не совсем до конца на трассе, немножко было перекрытие и задержка старта. Ну, такое обычно бывает, когда не все собственники земельных участков уведомили о том, что... Согласны, да, с перекрытием. Да, да, ну, они, может быть, и согласны, просто они были почему-то не в курсе, что это как бы все законно, скажем так, да, это не какие-то там охотники. Это же судейская задержка считается, то есть вы здесь не виноваты. Да, и у нас была задержка старта такая вот, ну, час где-то полтора, и, скажем так, весь вот этот такой так называемый настрой лично в нашей команде из боевого превратился в такой какой-то уже... Веловыжидательный. Да, и, скажем так, настроились, ну, по крайней мере, я не так настроился, как нужно было, и, соответственно, мы как-то так вяло проехали, и на последний... Вот это был заключительный спецучасток, там мы, скажем так, вообще свалились до шестого, там, седьмого места, и в сумме как бы времени за все три дня мы получились третье. То есть нам немножко, там, буквально, там, 20 секунд не хватило для того, чтобы быть там, ну, просто вторыми. Хотя мы потеряли, ну, последний спецучасток, пол-три минуты. То есть мы весь свой запас просто-напросто потеряли в предыдущих дней. Вот у нас так всегда и бывает, потому что в нашем спорте... Каждая секунда, да и каждый поворот... Даже каждая минута, она, если переносить на какие-то другие, там, на асфальтовые виды соревнований, да, то есть у нас там каждая минута – это доли секунд. То есть каждая, там, десятки минут – это, ну, минута, может быть, даже чуть меньше, в каких-то других видах кольцевых гонок, еще чего-то, потому что, ну, ты не знаешь, четкий маршрут. Поэтому вот так вот. Да, но впереди еще много этапов, где вы сможете себя проявить. У нас много этапов, большая география, то есть мы в этом году будем и в Казани, и в Ульяновске. Ульяновск – это вообще родина ралли-рейдов, там они каждый год проводят, там есть идейный вдохновитель, который до сих пор сам принимает участие в других этапах. А всегда так и бывает, да, что человек сам участвует. Да, он всеми правдами и неправдами, кто бы ни руководил регионом, любая бы ситуация в стране не была, он находит все силы, чтобы это все организовать. Ну, такой приятный, можно сказать, что практически домашняя гонка – это Астрахань. Ну, Астрахань – это песчаная гонка, то есть это вот то, что обычные люди видят в Париж-Дакар, когда там все вот эти камазы прыгают через Бархан, вот это Астрахань. То есть это гонка просто по пескам, там вообще нет никаких дорог, никаких направлений, ты просто едешь по заданным координатам ширины и долготы, то есть я приезжаю в нужную точку, у тебя просто координаты меняются, и ты вот двигаешься, выбираешь как тебе угодно. Ну, то есть это Карелия, это, ну, Карелия на сегодняшний день, это, наверное, такая классическая раллийная трасса каменистая, то есть там проводится этап Кубка мира, Северный лес, то есть который проводится зимой, это Кубок мира, и там же вот у нас летом будет тоже этап. Поэтому ездим по всей стране. Да, и для слушателей, точню, что программа выходит в записи, на самом деле мы ее пишем даже перед вторым этапом, перед казанским этапом, который пройдет седьмого-девятого, для тех, кто слушает, он уже состоялся, да, поэтому, Вадим, расскажите ваши ожидания, чего вы ждете от казанского этапа? Ну, казанский этап, он... А мы потом проверим, совпало или нет с реальностью. Ну, казанский этап, на самом деле, он очень, он самый сложный будет, самый сложный, там заявлено 52 экипажа. А, очень много. Это самая, наверное, будет мощная такая история, потому что мы едем в классе суперспорт, то есть выше класса уже нет. Что это значит? Ну, класс суперспорт, это, то есть в нашем виде есть подклассы, то есть класс стандарт, то есть оригинал называется, да, то есть есть класс спорт, есть класс суперспорт, то есть он отличается только техническими требованиями техники, да, ну и, соответственно, в суперспорт не едет тот, ее просто не пустят, потому что у него нет лицензии нужного уровня пилота либо штурмана, то есть, как бы, соответственно, в суперспорте едут, ну, Андрей Корегинов, это КАМАЗ-мастер, Эдуард Мордеев, это тоже КАМАЗ-мастер, Эдуард Николаев, это тоже КАМАЗ-мастер, это Игорь Чагин, это тоже КАМАЗ-мастер, это, собственно, сын легендарного Чагина, кто является сегодня директором КАМАЗ-мастера, это Сергей Корекин, который выигрывал Дакар, это другие пилоты, которые участвуют в мировых сериях, и в нашем классе из 52 экипажей в нашем классе едет порядка 32-33 человек, соответственно, конкуренция максимальная, все мастера спорта международного класса, у всех опыт сумасшедший, многие из них вот буквально сегодня возвращаются из Казахстана, там был этап Кубка Мира, и вот они прямо из Казахстана едут прямо сразу на гонку, поэтому все максимально мотивированы, все максимально тренированы, то есть, ну, скажем так, простых каких-то таких неизвестных фамилий в нашем классе нет, ну, если там о нас не говорить. Восходящие звезды и темные лошадки. Да, то есть мы там особо себя надеждой не теплим, но данную гонку мы воспринимаем как, скажем так, контрольную работу, чтобы понимать свое время. То есть мы едем с титулованными пилотами, которые сегодня входят там в топ-10 мира, и когда ты видишь их время прохождения трассы, да, то есть ты видишь свое время прохождения трассы, ты начинаешь понимать свой темп. Но вы же тоже входите в топ-10 России. Россия, нет, мы входим в топ-10 России, они входят в топ-10 мира, это как бы, ну, совершенно такой другой уровень, это в основном их работа, то есть это ежедневное их занятие, соответственно, когда видим их темп, видим свой темп, мы понимаем, где мы ошиблись, допустим, в вопросах навигации, либо еще чего-то, то есть и мы уже начинаем, скажем так, ну, работать над ошибками. Плюс у нас стоят навигационные оборудования, то есть мы можем смотреть друг за другом уже после проведения этапа, то есть кто в какой промежутке ехал, с какой скоростью проходил его, что и как, то есть и... Есть у кого поучиться. Да, и мы, ну, мы пытаемся учиться, но на сегодняшний день обучение тоже такая вещь, не стешо. Все учатся за границей на сегодняшний день, то есть никто внутри страны нет той школы, которая учит роллерейду. Просто ее нет. Ну, тогда, пользуясь случаем, пожелаю вам удачи 7-9 в Казани. Я думаю, что когда мы с вами в следующий раз встретимся, вы обязательно расскажете, как это пройдет, как это прошло. И говорили об очень важном моменте, как раз в моменте обучения. Вы, насколько я понимаю, в роллерейде с 15-го года, то есть сравнительно недавно, буквально вот несколько лет. Как вы к этому пришли, как вы учились, где вы учились у кого? Ну, все начиналось с банального кросса, то есть это, скажем, гонка по кругу с трамплинами. И попав, опять же, на общероссийские соревнования, то есть уже кубок по кроссу мы там по итогам года, ну, не с первого года, там, несколько лет поездив, мы по итогам года стали третье. И, ну, уже появились просто друзья. А где вы ездили? Мы ездили в Москва, Питер, то есть именно там проводится наша, опять же, тетришная категория, потому что весь остальной кросс, который проводится рядом с домом, это в основном баги. То есть у нас это немножко другая история. То есть у нас, мы когда здесь тренировались с Владимиром Чихониным, это на Воробьях, человек, который вырастил там кучу снегоходщиков, чемпионов и прочих спортсменов, и на квадроциклах в том числе, вот, он единственный, кто в области, наверное, сегодня может преподавать, именно преподавать, то есть не делиться своим опытом и умением, а именно, который может преподавать вот это все экстрим такое движение, то есть снегоходное, квадроциклетное, то есть это вот кросс, это его прям, ну, его ученик на сегодняшний день на снегоходе номер один в России. То есть он выиграл чемпионат или Кубок России, я точно не могу знать, но он номер один сегодня на снегоходе. И учился он, получается, здесь, в Кирове? Учился здесь, тренировался здесь, он там с пятилетнего возраста, с Владимиром Чихониным просто занимается постоянно, но у нас просто понятно, что немножко финансово мы не вытягиваем, но тем не менее результаты-то не появляются довольно-таки поздно, но тем не менее главное, что не появляются. Да, да, это главное. Вот, и мы с ним занимались, мы с ним занимались, мы покатались. То есть вы лично? Да, мы с ним занимались, он меня готовил, мы выехали, почувствовали эту прелесть победы. Очень много друзей, знакомых появилось, да, и все потом просто-напросто начали шагать дальше, а так как мы были в таких догоняющих, да, то есть люди отъездили там по пять, по семь лет, и вся вот эта, ну, скажем так, спортивная тусовка переместилась в новое направление ралли-рейда. Ну, и, соответственно, мы вместе со всеми пришли туда. То есть когда мы пришли туда, первый раз мы получили больше ста часов пенализации. Ого! За что? Что вы такое-то успели сделать? Ну, потому что, ну, настолько сложная категория, то есть мы думали, что вот мы вот спецучасты проехали, все, вот гонка закончилась, мы там можем куда угодно поехать. А, да. А оказывается, что нужно возвращаться в парк, на въезде отмечаться. Не прочитали регламент, да? Да, сдавать карамет. Ну, мы его вроде как бы читали. Но как-то мы читали его, ну, не совсем, наверное, внимательно. Такое бывает, это точно. Поэтому вот как-то так. Соответственно, после этого вы уже перешли ралли-рейд с нователем. Да, полноценно мы начали ездить в ралли-рейдах, потому что, ну, кросс, если честно, он просто умирает. То есть сегодня там на каком-то российском кубке собирается там пять, шесть, семь человек. И не едут люди, которые едут. То есть едут люди, которые хотят себя попробовать. А все-таки с сильным соперником ехать гораздо интереснее. То есть ты растешь с каждым этапом. То есть ты видишь какие-то технические решения, ты видишь какие-то, ну, какие-то консультации от них берешь. То есть ты находишь, вот мы в этом году просто едем с сумасшедшим опытным штурманом. Это Александр Куприянов. Откуда он взялся в вашей команде? Ну, это тот человек, который, наверное, в ралли-рейдах проехал на сегодняшний день все. То есть если ты просто вот банально заходишь в любой там интернет-поисковик и забиваешь там Александру Куприянов, и там будет куча всякой информации, на чем он только не ездил и где он только не ездил. То есть он ездил и Африка, и Экорейс, и Париж, и Дакар, и Шелковый путь. И он проехал на КамАЗе, весь чемпионат России, он ездил и в чемпионат мира. То есть это талантливый, опытный человек, у которого гонки не на первом месте. То есть он работает на предприятии, вот, и вместе с братом. И они как вот такой коммерческий экипаж, командир КамАЗ-мастер. То есть брат у него пилот, он у него штурман, то есть вот они вот так вот семейно ездят. Как вы к нему попали, пилотом? Получается, не украли, а вы к нему скорее, да, в этом случае? Ну, это прям вечера переговоров, уговоров. Вы уговаривали его? Конечно, конечно. Ну, то есть этот человек, который... Убеждали, наверное, даже, да, что хорошая команда попала? Ну, прости, убеждал, потому что... Такого штурмана, ну, мечтает заполучить каждый пилот. Да, да. То есть это человек, который, ну, профессионал в своем деле, то есть он... Это очень тонкий момент, что психология внутри команды, она тоже очень важная вещь, да. То есть есть специалисты, которые там пытаются накручивать, да, вот этот момент, что вот завтра тяжелый день, надо там спать раньше, надо подготовить технику раньше, там. И, то есть кому-то этот, ну, формат подходит, да, потому что, ну, на самом деле, штурман в нашем виде спорта – это 60% и работы, и успеха, ну, наверное, 5% лавров. В итоге, да, если это все позитивно складывается. Потому что штурман следит в команде, на самом деле, за всем. Он следит за таймингом. Он... На нем основная работа – это работа с дорожной книгой. То есть когда он получает блокнот на завтрашний день, он составляет 130-140 страниц. На каждой из страниц где-то примерно там 5-10, ну, скажем так, строчек, каждую, из которой он должен просмотреть, каждую он должен подчеркнуть. Да, то есть когда ты едешь там со скоростью там 100-140 км в час, по пересеченной местам, где ты до этого не ездил, он должен четко направлять экипаж в нужную сторону. Соответственно, он... У него вот он садится вечером, и вот у него цветные фломастеры. Зеленые, желтые, красные. И он просто помечает по степени важности, где какая там супер-яма или овраг, или обрыв, чтобы мы туда просто не уехали. Притом, не побывав на местности, только по книге. Да, он должен знать французский язык, потому что вчера лирейды придумали французы. И все пометки, которые прописывают организаторы и авторы трассы, они на французском еще и сокращенные. Да, наверное, своя система сокращения есть. То есть там написано какие-то там три английские буквы, то есть это просто сокращение французского слова, и оно означает, что там, допустим, яма или глубокая река, еще чего-то. И, соответственно, он это все должен понимать и раскрашивать по степени важности. То есть они вот раскрашивают разным цветом. То есть если после проведения гонки посмотреть книгу любого штурмана, она разноцветная. И у каждого своя, наверное. Да, у каждого своя. Как это понимают, как это воспринимают. Вот, поэтому он должен накидать план на завтрашний день. Механикам, куда они должны приехать, в какое место, потому что даже техничка, она не стоит. Это все нужно рассчитать. Да, то есть он должен точно сказать, что мы выезжаем с парка сервиса, допустим, в 7-15 утра. Соответственно, мы едем там в Лиозон, то есть это расстояние от парка сервиса до начала соревновательного этапа. Мы едем там, допустим, 38 километров. Соответственно, после этого у нас спецучасток 80 километров. Соответственно, техничка должна выехать из парка в 7 утра и проехать туда же к старту, но неспешным путем приехать туда, поставить канистры, нас дозаправить и отправить. То есть это как раз вся его работа. То есть он все это смотрит, составляет план, график на целый день. Колоссальный труд. Да, соответственно, когда мы заканчиваем сегодняшний день, он получает книжку следующего дня, он ее быстро пролистывает. И тогда только мы либо отпускаем механиков ужинать, либо они просто продолжают сидеть рядом с машиной. Потому что если завтра вот так вот пролистывая в течение 15 минут, говорит, что завтра день тяжелее, чем сегодняшний, они понимают, что если им просто поужинать, им просто некогда. Обойдутся. Да, соответственно, они начинают прямо начинать работать с техникой. Он говорит, допустим, что завтра дождь, завтра у нас брод, завтра у нас пометка, что грязь, колея, глина. Соответственно, они понимают, какую надо ставить резину на завтрашний день. То есть у них все подписано. Но опять же, я не владею информацией, какую резину на завтрашний день ставить, просто потому что я не знаю формат трассы завтрашний день. Соответственно, если он говорит, что я им единственное, что... А это в книге прописано? Да, то есть если он видит в книге, что завтра песок, да, допустим, ну, сравнивает это с прогнозом погоды, то есть может быть написано, что песок это превратится все в глину завтра, то есть все-таки там, где машина проехала, то есть где был песок, стала глина. И река разольется, ищет к нюансам. И он это все вот так вот прям сравнивает, и все вот так вот. И, соответственно, между каждым спецучастком есть зона сервиса, то есть мы приезжаем там 80-90 километров, а после этого у нас там 20-30 минут на сервис дозаправку. Соответственно, если я, допустим, могу отдохнуть, перевести дух, как-то, не знаю, посидеть. Хотя бы глаза закрыть, да? Да, на стуле на каком-то рядом стоящем или просто вот на траве полежать, то Штурман всегда следит за таймингом. То есть он дает отсечку механикам, что вот с этой минуты все, мы уже складываем вещи, мы садимся в машину. То есть он следит за мной, чтобы я там никуда не ушел, чтобы я был в поле зрения. И он мне всегда говорит, что все, садимся в машину, да, то есть, соответственно, там, вот он следит за... И это вот просто 60 процентов, это заслуга именно Штурмана. Ну, как показывает практика, если экипаж побеждает, то Штурмана особо там журналисты не ищут. Да, больше пилотов. Да, если экипаж приигрывает, то всегда крайне Штурман оказывается. Ну, такая вот у них, скажем так, гоночная судьба. Ну, раз про Штурмана мы довольно подробно, очень подробно рассказали весь функционал. У пилотов, что остается пилотом? Пилотом остается максимально динамично и безошибочно проехать этот спецучасток. Исследовать указания у Штурмана, да, получается? Да, то есть, безусловно. То есть, если, ну, видишь-едешь, не видишь-не едешь, да, и Штурман – это вторая пара глаз. То есть, он мало того, что он тебе говорит, куда ехать, да, то есть, как бы, если ты даже в какой-то момент где-то и не видишь, а он уверен в том, что в книге там ничего такого страшного нет, он тебе смело говорит, что прям не стесняемся. Жми газ. Да, мы просто-напросто летим, даже если ты где-то что-то не видишь, но если в книге четко написано, что там все ровненько. Поэтому вот остается только это. И самое главное – довести машину с минимальными потерями. Потому что были случаи, когда мы там просто-напросто, чуть съезжая из канала гонки, мы отрывали рычаги, рулевую рейку. То есть, ты понимаешь, что тебе надо ехать еще 36 километров, соответственно, ты берешь все это, складываешь в багажник, потому что с запасного у тебя ничего нет, если ты это все будешь менять, да, ты мотаешь на скотч, на стяжке, и просто Штурман садится, опять же, на задний бампер, ты едешь, вот эти оставшиеся 36 километров на трех колесах с минимальной скоростью, ну, по крайней мере, чтобы ты закончил гоночный день сегодня, да, и чтобы тебе не поставили судьи сход. Соответственно, вот так и ты едешь на трех колесах. Круто. Вот как-то так. Там вот в Ростове в прошлом году на заключительном этапе кубка у нас получалось так, что у шести пилотов одинаковое количество очков. Так, как решили? Вот и вот это вот рубило, сломя голову, да, то есть когда у нас старт через две минуты, и фактически... Каждый стартует в свое время, ты знаешь? Да, и фактически очень редко, когда ты кого-то видишь впереди или сзади, да, то есть как бы... То есть там лак есть достаточный, чтобы проехать дистанцию? Да, то есть как бы, ну, если ты там ошибаешься, по навигации ужеешь не туда, то есть там такое тоже было... Или куда-нибудь там едешь, ты уже стоишь и стоишь. Мы 8 километров ехали вообще мимо косы, потому что поняли, когда люди едут нам на встречу. Ну, то есть все. Вот, и, соответственно, редко, когда ты кого-то догоняешь, либо кто-то догоняет тебя, и получилось так, что в Ростове были очень-таки скоростные участки, то есть навигации было минимум, и все друг друга видели, ну, по крайней мере, по тому кусочку пыли где-то вдалеке. Соответственно, и получалось так, что из нас из шести, да, то есть из нас из шести, никто не сохранил колес. Вот так все ватры пошли, да? Потому что мы сломя голову ехали, мы ехали просто сломя голову. На последней, как говорится. Да, потому что тем более ты видишь человека, у которого у тебя одинаково количество очков. И надо догнать. И, соответственно, у тебя получается от второго до восьмого места мы делили это для понимания. Годовой это результат. И, соответственно, ты понимаешь, что любого, кого бы ты ни обнял, ты уже точно там не последний. Вот, и, соответственно... Дело принципа. Я пробил за три дня девять колес. Я последний день, когда стартовал, у меня все колеса разные были. То есть ни одного совпадения не было. То есть команда механиков опять отлично сработала, да, у вас? Ну, мы меняли. И с собой это все было, да? У нас, ну, конечно, ты возишь несколько комплектов колес. Ты ездишь и везешь комплект для глины, ты везешь комплект для песка, ты везешь комплект для сухого покрытия, ты везешь комплект для проливного дождя, ну, дождей, который неделю у нас уже мучают. Вот, и это комплект каждый, это пять колес основных, то есть это четыре, на машине одна запаска, и шестое колесо это просто ты бросаешь в техничку. Вот, и мы напробивали все. То есть я на 90 километров, я поменял колесо, поехал, за 15 километров до финиша я пробиваю пять колесов, у меня уже запаски просто нет, потому что там уже рваная колеса везет, и мы продолжаем ехать просто без, просто на спущенном колесе, вот, и там местами скорость, там, из-за стола, доходило, у нас вот так вот мотало, там, от поля к лесу, вот, и мы когда уже финишировали, я заезжал просто на диске, то есть уже вообще резины не было, был просто такой квадратный размятый диск, вот, это стало там… Мы-то, наверное, сохранили себе как трофей. Да, до сих пор у нас лежит в гараже, и в Российской Автомобильной Федерации, там, кто троллеридами занимается, у них еще в рекламе этап, ну, первые этапы этого года, они даже это активно показывали, как мы доезжаем просто без колеса, просто на одном диске. Поэтому, ну, бывает всякое, и задача пилота, мало того, что довести машину, и привести ее с минимальным количеством работы для механика, потому что сервис, он всегда ночной. То есть, ну, понятно, что у топ-команд есть механики ночного сервиса, есть механики дневного сервиса, да, то есть, так как мы себе это позволить не можем, мы должны привести минимум работы, чтобы ребята успели подготовить машину на завтрашний день, ну, и хоть, там, не знаю, 3-4, ну, максимум 5, ну, больше 4 часов не бывало, чтобы они спали. То есть, вот, чтобы они, хотя бы у них был сон, там, 4-5 часов. Да, ну, что, очень интересная беседа с Вадимом у нас получилась. Вадим, спасибо огромное. К сожалению, программу вынужден закончить, хотя у меня к вам еще очень много вопросов. Но я думаю, что вы еще посетите эту студию, очень надеюсь. Как минимум в сентябре-то я вас жду, да, после кончения последнего этапа. Напомню, что у Вадима и команды, да, еще впереди 4 этапа. Да, Кубка России по ралли-рейду, ближайший в Казани 7-9-го, те, кто слушает программу, они уже наверняка будут знать результаты, а мы еще здесь сидим и не знаем, но очень переживаем. Поэтому, Вадим, вам удачи, вам и вашей команде, отличные трассы, вам хорошие погоды, чтобы ко всему были готовы морально. Напомню, что у меня в гостях был Вадим Федотов, член сборной Киевской области по автоспорту. На данный момент пилот номер первого разряда и без пяти минут КМС. Так что удачи. Топ-10, между прочим, пилотов России за 2018 год. Вадим, еще раз вам удачи, спасибо, что пришли, спасибо за интересный разговор. Спасибо вам. Спасибо за внимание. С Верой в спорт.